Море огня уникальные хореографические номера. Грандиозное шоу устроили лучшие сибирские фаер-группы. Варвара Левченко убедилась, от прикосновения к этому искусству можно обжечься. Генераторы огня, они будут делать так дышать вверх. Сферы горячие. Пои, чаши, веера. Постепенно огненный реквизит занимает все место за сценой. До начала выступления пять минут, а керосин уже льется рекой. Мы замачиваем реквизит. Сколько обычно у вас уходит керосина на выступление? Литров 13. Всего для пламенного шоу организаторы приготовили больше 60 литров горючего и сотни перчаток. Впервые на фестивале «Огни Сибири» собрались лучшие фаерщики за Уралом. Соня и Наташа – настоящие укротительницы огня. Семь лет назад они впервые взяли в руки пои. Вспоминают сначала ожоги, стертые руки, подпаленные ресницы. Но девушки продолжали упорно тренироваться. Все обычно случается от глупости. То есть, ну там, что-то ты сам не доделал, не дорепетировал, ткнул куда-то, что-то сделал. Но это все лечится, заживает. Ничего страшного не было. Каждый день изнурительные тренировки по 3-4 часа. Огненный дуэт из Железногорска знают по всей России. Выступления Дмитрия и Натальи согревают зрителей в холодном Новосибирске. Как только ребята появляются на сцене, становится жарко. Начинали с коллективом, вот конкретно мы начинали. Мы тренировались в подъездах, потому что помещения пока что не было. Первое наше выступление было на горнолыжке. Это горнолыжная база. Сколько? Минус 25, по-моему, было. Было очень холодно, да. Такое крещение команды. Сейчас они виртуозно владеют большим количеством огненных инструментов. Драгностав – это специальный шест. Роуп-дарт. Шар на веревке. На самых крупных соревнованиях фаерщиков они всегда на линии огня. Реквизиты очень тяжелые у вас, нет? По-разному, но нелегкие. Это однозначно. Ну, сколько примерно? Ну, начиная от 500 грамм, от 300 даже грамм, до 5 килограмм, может быть, что-то там 10. Ну, не знаю, 10, это вряд ли, конечно. 5 килограмм вполне спокойно может реквизиты. То есть, естественно, кажется, там 300-500 грамм – это вроде легко, допустим, держи пои, но в течение 3-4 минут крутить их на определенной технике, уровне плечи, все очень забивается. Танец, театр, акробатика – это раньше. Фаерщики просто крутили пои на улицах городов. Сейчас укротители огня устраивают настоящие шоу с головокружительными трюками. Это была некая субкультура такая. Два-три коллектива сегодня – это профессиональные коллективы с хорошей подготовкой, с хорошей базой. И организационной, и чисто технической в плане выступлений. Огонь пылает в Новосибирске. На площади Пименова сотни зрителей. После каждого выступления – пылкие эмоции и буря оваций. На сцене – лучшие фаер-команды Сибири. Все вместе! Поддержим ребят! Варвара Левченко, Василий Тополев, Новости ОТС.